Человек эпохи, человек легенда, отец водородной бомбы. Так называют легендарного советского ученого и яростного правозащитника Андрея Сахарова. С ним соглашались не все, но им восхищаются и сейчас. Ведь его вклад в укрепление обороноспособности страны и в развитие гражданского общества трудно переоценить. Как один из главных разработчиков водородной бомбы получил Нобелевскую премию мира. Как трижды герой труда вмиг лишился всех наград. Как? После нескольких лет ссылки он смог стать народным депутатом СССР и бескомпромиссным защитником прав и свобод граждан. Перелистать страницы удивительной биографии и узнать много интересного об академике Сахарове можно на выставке, приуроченной к столетию со дня рождения ученого в Национальном музее Республики Татарстан. Андрей Дмитриевич Сахаров родился в респектабельной московской потомственной дарьянской семье. 20-е, начало 30-х годов, на самом деле семья довольно беспечна, спокойно, сыто жила в Москве, в собственной квартире. И Сахаров долгое время считал, что в Советском Союзе все хорошо и по-другому быть не может. Ну, а что говорить, собственно говоря, если он жил сыто, обеспеченно у него не было ни в чем недостатка. В 1938 году Сахаров поступает в Московский госуниверситет, затем начинается война, его эвакуировали из-за состояния здоровья, он не принимает участия в войне. Потом он поступает в эсперантуру, женится на лаборантке нового завода ульяновского, где он долгое время работал. Он возвращается в Москву, поступает в МГУ, и там начинается его научная деятельность, там он становится физиком и занимается подготовкой атомной и затем водородной бомбы, про которую мы все знаем. Про испытания которой в 1953 году мы все знаем, благодаря нашим школьным учебникам. И все же, как же Сахаров стал диссидентом? На самом деле толчком послужила политика Крущева, которую мы знаем все под словом «оттепель». Именно тогда многие представители научно-технической интеллигенции впервые стали думать, а что, собственно говоря, представляет собой их родина, в каком направлении она движется, и все ли хорошо, так как говорили, например, до Хрущева, Маленков, Берия и покойный Иосиф Виссарионович Сталин. И Сахаров тоже, поскольку он был не только физиком, не только чистым физиком, но и гуманистом, много думал о проблемах общественного развития, об атомной гонке смертоносной, он, конечно, обратился к этой проблеме, и он пришел к неутешительным прогнозам. Он понял, что Советский Союз – это тоталитарная империя, в которой права человека жестоко нарушаются. В 1968 году он начинает формироваться как именно диссидент, начинается новый этап его жизненного развития. Ну да, нам известно, что именно в этом году он был против введения... Вот, Чехословиков совершенно верно, да, и в этом же году он публикует свои знаменитые тезисы, так называемые размышления о прогрессе. Вот вы можете видеть здесь их, они переведены, как вы видите, на множество языков, в том числе и европейских, разошлись почти 20 миллионам тиражом. И эта брошюра распространилась не только в странах Варшавского доктора, то есть в советских коммунистических государствах, но в том числе и в западных, как говорили тогда, буржуазных капиталистических странах. И КГБ тогда заинтересовался движением Сахаров вообще. Почему он этим начал заниматься? Его отстранили от хлебной должности, от работы в разработке атомного вооружения, но Сахаров не опускал руки, это только подхлёстывало его энергичную диссидентскую деятельность. К тому времени умерла его первая жена Клавдия Вихерева, это нанесло, конечно, большой удар по жизни стареющего, слабеющего учёного, но именно на собрании диссидентов, которые, в отличие от Сахарова, в 30-40-е годы испытали на своей собственной шкуре, простите меня за язык такой вульгарный, все ужасы сталинской тирании, именно там он познакомился со своей второй женой Леной Бондар, у которой были репрессии многие родственники, которая была простой, служащей, у которой жизнь была не таких ярких красок, как у Сахарова, и в 1972 году они поженились, они действительно любили друг друга. Благодаря Елене Бондар Сахаров познакомился с большим количеством, на самом деле, диссидентов, не только с московской ленинградской группой, но и с теми, кто жил, например, в эмиграции в других странах, в Соединенных Штатах Америки, кто работал на «Голос Америки», знаменитой скандальной передачей. И в 1975 году Сахарову за его подвиженческую деятельность была присвоена Нобелевская премия, Нобелевская премия мира. Конечно, Сахаров сам ее не получил, получила его жена, которая выехала в Норвегию, но власть организует публичную травлю великого ученого, приходят угрозы в адрес Сахарова на его квартиру, различные анонимные письма якобы от представителей советской интеллигенции, простых советских служащих, но Сахаров не опускает руки. Точкой невозврата в отношениях Сахарова со властью стало ведение советских войск в Афганистан в 79-м году. В начале 80-го года Сахаров публично осуждает ведение советских войск, говорит, что это была настоящая бойня. Его схватили сотрудники КГБ и сослали в Нижний Новгород, который тогда назывался Горький. Почему именно туда? Потому что, во-первых, этот город находился в глубине Советского Союза, во-вторых, он был закрытым городом, там были предприятия оборонной промышленности, и иностранцам, тем, кто распространял... Да, дорога была закрыта. Да, совершенно верно, дорога была закрыта, потому что им туда, как иностранцам, нельзя было приезжать. За Сахаровым была установлена настоящая слежка, вот так выглядела его квартира, которая прослушалась, около которой сидел милиционер, который регулировал вообще тех, кто общался с Сахаровым, через которые проходили все письма туда и обратно. Но Сахаров не сдавался, Сахаров устраивал три продолжительные голодовки в знак поддержки. Во время которых его селом кормили. Совершенно верно, эти три голодовки, во время которых Сахарова насильно кормили, насилы буквально вот в Горьковской больнице, за ним была постоянно слежка КГБ, конечно же, пошатнули и без того слабое здоровье пожилого ученого. Но к власти приходит Михаил Горбачев, и ему, конечно же, хотелось как можно скорее наладить взаимоотношения с западными державами. И в качестве такого символического акта было освобождение Сахарова из Горьковской ссылки. Вот по этому телефону в конце 1986 года Сахарову позвонил лично Михаил Сергеевич Горбачев и попросил у него прощения. Через две недели Сахаров вернулся в Москву. Началось его триумфальное шествие по Советскому Союзу и по странам, по всем странам. Не только коммунистическим погибающим странам, но и по буржуазным, как тогда говорили, по странам Запада. Сахаров в 1987-1989 годах совершил огромное количество путевок рейсов не только по городам Советского Союза, но и в другие страны, в Польшу, Чехию, Норвегию, ГДМ, Фельгия. Ему было сколько лет уже? Ему было уже далеко за 60. Он приближался к седьмому десятку лет, но его активная деятельность не ослабевала ни на одну минуту, ни на одну лёту. Он не только занимался общественной деятельностью, он вернулся к физике, к теоретической физике, к философским проблемам существования человека в обществе. И его деятельности, на самом деле, можно было только восхищаться. В 1989 году начинается новый этап политического развития Советского Союза. Была создана так называемая межрегиональная депутатская группа, в которую входили Сахаров, историк Юрий Афанасьев и Борис Николаевич Ельцин, и ещё несколько человек. Эта группа должна была представлять творческую интеллигенцию Москвы и Московской области на так называемом съезде народных депутатов, новом высшем органе Советского Союза. Ключевым пунктом вообще этой межрегиональной депутатской группы стало требование отмены так называемой шестой статьи с коммунистической Брежневской Конституцией 1977 года. Вы, наверное, знаете, что шестая статья провозглашала единственную партию в Советском Союзе, коммунистическую партию Советского Союза. Все остальные были вне закона. И Сахаров со своими друзьями-единомышленниками как раз-таки боролся за отмену этой статьи. На закрытие этого известного съезда народных депутатов 9 июня 1989 года Сахарову не дали слова. Ему выключили микрофон, все прокоммунистически настроенные депутаты шумели, Горбачёв попросил Сахарова вежливо уйти с трибуны. Но о том, что происходило в те дни в Москве, узнала вся страна. И в адрес Сахарова стали поступать письма настоящих граждан Советского Союза с поддержкой, именно с поддержкой, да, с тёплыми словами поддержки. Сахаров не отчаивался и попробовал ещё раз продвинуть свои политические идеи в жизни. И на втором съезде народных депутатов в 12 декабря Сахаров ещё раз пытался продвинуться отмену 6-й статьи Коммунистической партии Советского Союза. Но опять он потерпел полное фиаско. И это был последний удар, который окончательно сказался на жизни бедного учёного. Уже 14 декабря, то есть через два дня после того самого заседания народных депутатов, Сахаров Андрей Дмитриевич тихо, мирно скончался в своей постели в Москве. Так окончилась его земная жизнь. Но мы до сих пор помним этого человека, не столько как учёного, конечно, вклад его в науку, в оборону способностей нашей страны, до сих пор очевиден и не вызывает никаких сомнений и интерпретаций. Мы помним, прежде всего, Сахарова как человека, который, имея всё, о чём могли мечтать простые рядовые россияне, он всё-таки пошёл против системы, осознавая, что это скажется не только на его жизни, не только на жизни его семьи, но и вообще на всём, за что он боролся. Это был просто человек принципов, для которого принципы были важнее, чем его собственное здоровье и репутация. И он ни разу не отступил от своих принципов ни шагу назад. Именно поэтому его имя будет жить всегда в нашей памяти.